Ребят, всем большой привет! С вами Оля и добро пожаловать на мой канал! В этом видео я покажу 5 простых начинок для овсяно-блина. Ну и, конечно же, все эти 5 вариантов наиболее вкусные, на мой взгляд. Так что, если вам интересно, обязательно продолжайте смотреть! Ну и, конечно же, для начала рецепт, по которому я обычно и готовлю овсяно-блин. Для него мне понадобится 2 яйца, 2 столовые ложки овсяных хлопьев и 20 мл молока. Хлопья я беру те, которые варятся примерно 3 минуты. Все ингредиенты я просто перемешиваю и добавляю немножко соли по вкусу. Обжаривать овсяно-блин можно на сковородке как и сухой, так и слегка смазанной растительным маслом. Зависит, конечно же, от вашей сковородки. Если у нее хорошее антипригарное покрытие, то можно ее ничем не смазывать. Готовится овсяно-блин под закрытой крышкой на среднем огне в течение 3 минут. После чего переворачиваем его и обжариваем с другой стороны. Ну а теперь рассмотрим парочку вариантов начинки для овсяно-блина. Начнем, пожалуй, с одной из моих самых любимых. Это помидоры, авокадо и листья салата. На порцию потребуется половина помидора и половина авокадо. Нарезать их необходимо будет тонкими ломтиками. Я не буду добавлять никакой соус, так как сам по себе помидор и авокадо довольно мокрые и дадут достаточной сочности для овсяно-блина. Но если вам будет ее недостаточно, вы можете добавить немного сметаны. Первым слоем я выкладываю листья салата, а затем помидоры и авокадо. Раскладываю я их не по всей площади овсяно-блина, а только с одной стороны, так как потом мы будем его складывать пополам. Итак, вот таким вот получился первый вариант начинки для овсяно-блина. Переходим к следующему. Этот вариант уже будет сладкий, для него понадобится банан и немного черного шоколада. Шоколад я отправляю растапливаться в микроволновку, а тем временем банан нарезаю тонкими ломтиками. Овсяно-блин смазываю растопленным шоколадом. Как видите, всего лишь небольшой кусочек в растопленном виде даст смазать овсяно-блин по всей площади. Далее раскладываем ломтики банана и сверху я предпочитаю посыпать еще кокосовой стружкой. Такая начинка это отличный вариант для тех, кто любит на завтрак кушать что-то сладкое. Кстати, в такой овсяно-блин летом я люблю добавлять еще и свежую клубнику, тогда вкус просто нереальный. Ну а следующий вариант очень-очень простой, но лично мой самый-самый любимый, потому что это будет супер сырный овсяно-блин. Мне понадобится по 30 грамм два вида сыра, обычный голландский сыр и сыр сулугуни. Их я натираю на мелкой терке. Начинку выкладываем на овсяно-блин, пока он еще будет на сковороде, после того, как перевернем его обжариваться с другой стороны. Выкладываем сыр ровным слоем, накрываем крышкой и готовим пару минут, чтобы сыр хорошенько растаял. Можно экспериментировать с разными сортами сыра, еще очень классно подойдет моцарелла, также можно добавить сюда сыр дерблю. Но лично для меня это самый вкусный вариант начинки, так как я обожаю сыр, просто посмотрите, как он тянется. Ну а на очереди у нас еще один очень вкусный вариант начинки для овсяно-блина, это крем-сыр и красная рыба. Небольшим количеством крем-чиза смазываем овсяно-блин, ну а сверху раскладываем нарезанную тонкими ломтиками красную рыбу. Конечно же, она должна быть не сырой, а слабосоленой, у меня это форель. Красная рыба очень полезна, так что обязательно попробуйте сделать такой овсяно-блин, я думаю, не пожалеете. Ну а для следующей начинки мне понадобится 30 грамм замороженной смородины, которую я разморозила, либо же вы можете брать свежие ягоды, если они у вас есть. Ягоды я взбила блендером, чтобы получилось что-то наподобие пюре. Само все на блин я смазываю натуральным йогуртом, без каких-либо добавок, ну а следующим словом выкладываю получившееся ягодное пюре. Если вам будет недостаточно сладости, вы можете добавить немного мёда. Мне нравится использовать именно вариант со смородиной, так как она довольно кисленькая и очень здорово сочетается с йогуртом. Я очень надеюсь, что это видео было для вас интересным и полезным, если оно вам понравилось, то обязательно ставьте пальчик вверх, пишите в комментариях внизу, какой из вариантов вам понравился больше всего, но также подписывайтесь на мой канал и на мой инстаграм, если вы до сих пор ещё этого не сделали. Также не пропустите и другие мои видео с идеями для завтрака, посмотреть их можно вот здесь вот. Ну а мы увидимся с вами очень скоро, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok